Почему люди не могут увеличить свой доход, и почему люди не могут какие-то свои финансовые цели достигать. Причем, обратите внимание, я сейчас говорю о финансовой цели, но вот сейчас прям сильный спойлер, но это будет касаться вообще любых целей, которые вы можете перед собой поставить. Такие техники, они на любые цели работают. И действовать я вам буду предлагать одинаково. Значит, первая причина, по какой люди не достигают своей цели и не могут доход увеличить. Они действуют от головы и от ума. Что это значит? Я буквально пару недель назад была на встрече вот одной компании, и там люди делились своими целями на голову. Я сидела, молчала, потому что моего, так сказать, советовик экспертного никто не спрашивал. И я слышу, как женщина, у которой нет своего бизнеса, у которой нет системы привлечения клиентов, которая работает как фрилансер на себя, говорит, у меня цель на 2022 год доход 1 миллион долларов в месяц. Я как бы понимаю, где она и где миллион долларов. Где она? Нету системы привлечения клиентов, нет выстроенного маркетинга, нет воронок продаж, нету пассивного дохода, но есть цель 1 миллион долларов. С какого потолка эта цель берется? Откуда такая цель может возникнуть? То есть эта цель, она абсолютно от головы, она абсолютно не имеет никакого отношения к реальной жизни этого человека. При этом я сейчас не говорю о том, что цель не может быть большой вдохновляющей. Цель как раз должна быть большая вдохновляющая, но эта цель должна как-то соотноситься с вашей вообще текущей реальностью. То есть я для меня это сразу маркер, что человек цель от головы ставит. Что значит от головы? Это значит, что при постановке цели человек не задействует твое сердце, он эту цель не чувствует, сердце он ее не чувствует, отклика в теле. Что, о чем я сейчас говорю? Светлана, ну вот давай прям вот твой пример. Какая у тебя самая вдохновляющая, зажигающая, большая цель на, не знаю, там, на этот год, на 5 лет? Что у тебя есть в голове? Какая идея? Ну, у меня просто, я буквально вчера переписывала свои желания и цели, и у меня так вот, чтобы прям одна такая, чтобы меня сжигало, нет. У меня их несколько. Выбери какую-нибудь одну. Выбери какую-нибудь одну. Ну, в принципе, выйти на стабильный доход, ну вот, как минимум в три раза, да, чем я вот зарабатываю в среднем. Вот ты сейчас, можно я прям вот на твоем примере покажу чуть-чуть? Да. Да. Нормально будет? Хорошо. Только давай без конкретного. Давай. У меня не миллион долларов, без этого точно. Да, значит, конкретная измеримая цель – увеличение дохода в три раза в течение, там, ближайшего года-двух, правильно? Года. Года. Супер. Вот когда ты эту фразу произносишь, где ты ощущаешь вот в теле отклик на нее? Я хочу увеличить свой доход в три раза и выше в течение этого года. В принципе, да, вот где-то грудь, солнечное сплетение где-то вот здесь. Скажи, пожалуйста, а что можно сделать с этой формулировкой, этой цели, чтобы она стала для тебя настолько вкусной, как самая вкусная конфета? Вот как она должна звучать? Чтобы это было прям вот вкусно для тебя, чтобы глаза горели. Давай, значит, давайте сейчас такой наводящий вопрос. Возможно, что для тебя это не формулировка какой-то конкретной суммы, а возможно, что для тебя это какие-то впечатления, которые ты можешь тебе, например, за эти деньги позволить. Да, 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 вот у меня как раз в эту сторону пошла мысль работать, да. Вот. Мой доход, да, вот сейчас. Мой доход к концу года позволяет мне и моей семье спокойно путешествовать два раза в год как минимум. Вот это у меня уже, это у меня уже так, это даже поднимается вот сюда, даже выше настроение уже поднимается. Вот. Куда конкретно хочется со всей семьей путешествовать, когда доход поднимется в три раза? Отбросим в сторону нынешнюю ситуацию, границы открыты, у нас все хорошо, ездим куда хотим. Очень-очень хочется, вот то, что самое на данный момент для меня доступно, это Франция. Хочу, да, Лазурный берег. Лазурный берег. То есть ты хочешь на Лазурный берег Франции с такой семьей. Да. И, ну это уже скорее всего не в этом году, а со временем, потому что на следующий год я потом поставлю еще больше цель, да, еще больше доходов. Очень хочу Японию. Класс. Очень. Вот смотри, вот ты сейчас, я просто почувствовала по тебе, что ты, скорее всего, тот человек, которого не очень торкают деньги, как вот циферки. Да, ваши возможности, которые я могу за них получить. Да, тебя вот именно вдохновляет на действия, вот это вот, ты этот Лазурный берег произнесла, ты как будто бы уже вот там, у тебя глаза загорелись. Вот ты когда говоришь, я на Лазурном берегу, там, со всей своей семьей, вот как ты в теле ощущаешься? У меня прям по всему телу тепло пошло. Такое, как будто я уже на солнышке. Вот, вот это, дорогие друзья, вот я вам сейчас, огромное спасибо Светлане за открытость, я вам сейчас продемонстрировала, какая разница, когда человек пытается ставить логичную, правильную, бизнесовую, грамотную цель, еще и, наверное, пастмарт, и когда эта цель как бы та же самая, но под другим углом, что человек действительно зажигает и торкает. Светлану не торкает конкретная сумма денег, ее торкает то, что она конкретно со всей своей семьей сможет на эти деньги себе позволить. Она сможет поехать на Лазурный берег Франции, у меня по телу мурашки бегут. Вот это вот разница между целями, которые человек чувствует на уровне всех...